Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, заканчивается уже второй день Великого Поста и уже второй раз звучит на повечерии на Великом «С нами Бог, разумейте языки и покоряйтеся, якос нами Бог». Великий гимн православия, глубокий по содержанию, радостный, но чтобы его искренне пела наша душа, мы должны быть сами с вами истинно православными, чтобы можно было сказать, что с нами Бог. А к православию – это обязательно покаяние. Без него невозможно спасение человеческой души. Ибо покаяние – это сравнение себя с Богом. и видение своих недостатков, видение своих язв, которые каждый из нас имеет. Для того, чтобы искренне каяться, нужны добрые примеры. Это Сам Христос. Это Его святые угодники Божии. И сегодняшний канон Андрея Критского, преподобного, как нельзя это нам подчеркивает. Он дает нам прекрасные образы, тех, за кем мы должны стремиться, и наоборот, уличает нас, сравнивает нашу душу, допустим, с хамом неправедным, который предал своего отца, который обнажил его наготу. Как часто мы тоже имеем какие-то подобные грехи, грехи хама, других отрицательных персонажей Ветхого Завета. И как мало имеем любви подчас к Богу. Господь есть любовь. И учимся мы ее, именно когда внимательно в себя присматриваемся. И вот эти немощи, при внимательном рассматривании и сравнивании себя, они обнажаются. Мы их видим и имеем плач о своих грехах. Слезы покаяния – это слезы негорести, это слезы подчас именно радости, это слезы умиления, это слезы от Царствия Небесного, которые сулит нам Господь. Не зря Он говорил «покайтесься, ибо приближайся Царствие Небесное». Он пришел. И вот это Царствие, мы должны, вот этот плач, когда мы плачем по грехам своим, это одновременно приближение вот этого Царства. Мы как бы ощущаем, мы находимся в преддверии Царства Небесного. Поэтому, если можете, плачьте, искренне плачьте и кайтесь. Сейчас особое время, видите, да, время, в общем-то, операции на Украине очень серьезные, где много жертв происходит. В такие времена, когда бедствие было народу, вы знаете, там Израиль даже налагал на себя серьезный пост, и другие языческие народы, ненавитимы, допустим, покаялись, три дня находились, и Царь их посыпал свою голову пеплом и одел вретище. И, покаявшись, Господь простил этот народ. Нам надо особо сейчас молиться за наших воинов, за Святейшего Патриарха, за все духовное воинство, потому что идет серьезное противление тем, кто не хочет, чтобы было православие, жило православие, и жил Бог в наших сердцах. Вы ведь знаете, что давно уже Запад отошел от Бога. Уже более 15 лет есть такое даже выражение в западных источниках, что мы живем в постхристианское время. Уже Гамора и Содом, которые были, вот сегодня о них мы тоже слышали, откуда бежал праведный лод с семейством, они стали ну уже чуть ли не необыдностью многих. И мало того, под них подвели разные теории. Если раньше Содомляне и жители Гаморы, они понимали, что грешат, они просто были во власти греха, то сейчас подвели разные теории под эти вещи. И уже оказывается, эти люди считают себя правами. Испепаляются сердца в наших детях. Тут недавно статистику такую услышал, что допустим, когда вот из Донецкой Народной Республики эвакуировали людей, ну до начала в их действии, проводился опрос среди разных групп населения, Ростовской области и других регионов, куда эти беженцы должны были прибыть. И спрашивался вопрос, а как вы относитесь к этому? Пожилое поколение, старше 50 лет, 94% ответило, что положительно. А вот молодое, 31% сказал, что отрицательно. Это не постеснялись сказать. Ну о чем речь, что мы теряем прежде всего вот эту молодежь, молодое поколение. Поэтому надо держаться за православие, самим каяться и через наше покаяние будут приходить и другие люди в православие. Часто слышишь такое от неправославных людей, на чем в храм-то будем ходить ваш? Он выходит, сосед ходит, кается, вроде исповедуется, причащается, а любви-то не имеет, поступает так же, как я, и то еще хуже меня. Поэтому покаяние должно быть действенным. Оно и не может быть иным. Если мы исповедуемся, то сама термин исповедь говорит, оно, и мы должны изменяться, изменять душу свою. А для этого постоянно, конечно, мы должны держать в памяти вот эти светлые образы, не только в дни Великого Поста, а постоянно изучать Священное Писание, изучать святых, чтобы они становились родными нам. Только тогда друг с другом общаться, поддерживать друг друга, делать дела добра, дела добра, добро творить. Иначе иначе мы не православные, а только сделаем вид, что являемся православными. Поэтому будем каяться, будем молиться, будем изменяться, ибо предела этому нет. И тогда радостно сегодня, завтра, и всегда будем говорить, что с нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, ибо с кем Бог, тому покоряются другие народы и другие люди. Тут категории народов, категории просто людей обыденных, поэтому с нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, якас нами Бог. Храни все Господи. Субтитры создавал DimaTorzok